Всем привет! С вами Айка и я сегодня снимаю для вас очередной мукбанг. Сегодня, если честно, я хотела что-то заказать, полазила в приложении, потом в конце подумала, да приготовлю я все сама. Вот этими вот ручками. И все получилось очень аппетитно, очень вкусно. Я в процессе готовки даже пробовала. И здесь у меня мой любимый кофе. У меня прям зависимость какая-то. Я каждый день пью этот кофе с этой пенкой. Ммм, получается просто нечто. Настолько много пены, что надо немножко подождать. И давайте приступим. Если вы тоже кушаете, то приятного аппетита вам. Так, макароны у нас в сливках. Хлебетки. Йогурт, сок. Основное блюдо. Много я наложил. Ну, 7, сколько смогу. Ммм, это печенка. И макароны со сливками. Сегодня я встала. Ммм, это вкусно. И у нас дома не было света. Потом мы решили этот вопрос туда-сюда и весь день прошел. Я сейчас села снимать для вас видео в 4 часа. То есть очень поздно. Я очень не люблю, когда так происходит, когда мой день просто так. Прошел. Наконец-то я получила кнопку. Кнопка пришла настолько быстро. Это прям нечто. То есть я ее заказала где-то 4-5 дней назад. Кто не в курсе, расскажу, как происходит процесс получения кнопки. Например, у тебя 100 тысяч подписчиков. Канал проверяют. Проверка занимает около двух недель. Потом тебе приходит письмо. С поздравлениями. Зачем нужна проверка? Может быть, вы накрутили себе подписчиков каким-либо методом? Каждый аккаунт проверяется. Вот после того, как они уже убедились, что вы ничего не накручиваете, вам приходит письмо. И в этом письме вы указываете свой адрес, индекс, номер телефона, который сейчас используете. И у меня что-то никак руки не доходили. То есть мне пришло это письмо. Я где-то неделю никак не могла заполнить данные и отправить. Вот где-то 5 дней назад я все это заполнила, отправила. И за 5 дней мне привезли. То есть очень быстро. В последнее время как-то доставка очень хорошо работает. Я в прошлый раз Шейн заказала. Заказ. И мне его тоже доставили очень быстро. У меня даже мама была в шоке. Она говорит, настолько быстро. Я точно не ожидала. Обожаю креветки просто. Это уже очищенный покупала. В общем, когда мне стукнуло 100 тысяч подписчиков, я была не настолько рада, когда я получила и вот прям пощупала эту кнопку. Для меня это было очень радостно. Потому что за такой короткий срок я сейчас сниму мукбанг и сяду рисовать. Я хочу поднажать. Возможно, через 2 года получить золотую кнопку на Айка Бум. Но на этом канале я не верю, что у меня будет миллион подписчиков. Потому что любителей мукбангов не так много. Поэтому не знаю, не верю я в это. Дай бог, как говорится. Такая печенка вкусна. Когда я радуюсь своему бумажному каналу, очень много подписчиков стараются как-то ложку дёгтя в бочку мёда. Пишет Айка. Ну, понятное дело, у тебя же на этом канале есть подписчики. Поэтому они переходят и подписываются на тот канал. Поэтому ты так быстро набрала 100 тысяч подписчиков. Во-первых, в аналитике я вижу, откуда мне идут подписчики. Это не люди с моего основного канала. Наоборот. Подписчики, которые нашли меня и подписались на Бум канал, начинают смотреть мои влоги. Всё это я вижу в аналитике. Именно поэтому я так сильно радуюсь. Потому что я вижу прогресс. Да и потом. Обратите внимание на просмотры на бумажном канале. Каждое видео набирает по 100 тысяч просмотров. На этом канале таких просмотров нет. Несмотря на то, что... Здесь 250 тысяч подписчиков. Поэтому обесценивать чужой труд неправильно. Но мне кажется, просто на бумажном канале проще набрать аудиторию. Люди, которым нравится подобный формат, их намного больше. Это и подростки, у которых много времени свободного смотреть контент. Поэтому надо туда обязательно поднажать. Вообще надо заниматься тем, что тебе действительно нравится. Что тебе по душе. И тогда точно будет результат. Когда я вначале пропиарила свой бумажный канал на своем основном, всего 1300 человек подписались. Хотя я выкладывала в сообщество. Хотя я говорила в Мукбанке. Я говорила в своем инстаграме. Везде. Всего-навсего 1300. Все остальное уже набралось из других источников. Я вижу, например, подписчики, например, другого канала, который тоже снимает про бумажные сюрпризы, переходят на мой канал. Это все видно в аналитике. И мне очень приятно, что я могу составить конкуренцию. Если есть желание снимать, надо это делать. И надо это делать с периодичностью. Либо у вас в неделю два ролика выходят, либо каждый день. И нужно соблюдать эту периодичность обязательно. Нельзя пропадать надолго. Если ты пропадаешь надолго, подписчики находят тебе замену. А слава богу, на ютюбе замены дофига. Это раньше, в 2005-м, нам было некого смотреть. У меня, например, была Катя Клэп. Маша Уэй и Саша Спилберг. И вот эти три варианта. И все, я должна была выбрать среди этих вариантов. Когда я была подростка. Мне было 12 лет. Вот они были очень популярны. И как вы думаете, кого я смотрела? Вообще смотрела всех, но меньше всего Сашу Спилберг. Мне никогда не было интересный ее контент. Мариану Роу смотрела потом. В общем, если сейчас сравнить, то сейчас дофига просто, что можно посмотреть. Увидел один комментарий. Пишет его девушка. Что-то Айка в последнее время много контента начала снимать. Видать, опять на что-то копит. Я вам открою тайну. После санкции Америки доход у нас упал. У всех русскоязычных блогеров. Теперь не то, что на что-то накопить. Не то, что я жалуюсь, опять же. Ни в коем случае. Людям в Украине гораздо хуже, чем мне. Я это понимаю. Я просто говорю, чтобы развеять ваши мифы. Сейчас, чтобы прожить нормально, зарплаты с Ютуба мне не хватает. Но у меня есть накопленные деньги, с которых я могу брать и жить. Я по большому счету могу год-полтора вообще не работать и жить на эти деньги. Правда, это не очень целесообразно. Учитывая всю ситуацию в мире, мне кажется, у меня очень даже хорошее положение. Поэтому сейчас говорить о том, что я снимаю контент, потому что я коплю на еще одну квартиру, ничего подобного. Я сейчас думаю, наоборот, хорошо, что я машину не купила. Есть на что жить. Я вам говорила, для комфортной жизни в месяц мне нужно 1000 долларов. Мы с мамой вдвоем. Когда я это говорю, у меня комментарии делятся на два типа. Некоторые пишут, 1000 долларов, как можно прожить на эти копейки. да еще и вдвоем. А другие пишут, как много, 1000 долларов. Но так как мы вдвоем, и мы не шикуем. то есть сказать, сказать, что прям я покупаю супер дорогие какие-то вещи. Но можно, конечно, отказать себе во много. Не покупать какие-то ненужные вещи. Оставить свои хотелки для лучших времен. Но при таком раскладе я чувствую себя несчастной. Но я вам уже говорила об этом. Дело даже не в цене моей покупки. Мне обязательно надо что-то покупать, чтобы чувствовать себя счастливым человеком. И у меня ни капли, нет угрызения совести, что я, например, не откладываю эти месяцы. Такая вот ситуация в мире. Что поделать? Я обожралась. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Пока.